вы наивно полагаете что комар пьет кровь через трубочку или то что он живет всего лишь один день вы глубоко заблуждаетесь вообще акт кровососания у комара это совершенно потрясающе именно с эволюционной точки зрения произведения потому что у комара ну я думаю многие обращали внимание вот сел комары дальше он таким хоботком как трубочкой прокалывает кожу но там не просто трубочка на самом деле этот хоботок состоит из нескольких пар стилетов острых которые поочередно работают протыкают кожу дальше в коже у нас вообще ну кровь она же течет по сосудам и комару нужно попасть и он этим хоботком ищет сосуд попадает в маленький сосудик и дальше начинает собственно говоря высасывать кровь мне всегда было интересно для чего комар пьет кровь это его еда или она ему нужна для чего-то другого кровь пьют только самки не самцы дело в том что самцы у кровососущих комаров либо не питаются вообще либо питаются нектаром самки тоже могут питаться нектаром но еще и пьют кровь но их оправдывает то что цель у них совершенно благородная они пьют кровь потому что им нужно много питательных веществ чтобы сформировать яйца и чтобы получилось потомство две-три недели развивается личинка потом она быстро окукливается их есть стадия куколки от насекомые с полным превращением вылетает взрослый комар самцы взрослых комаров живут обычно максимум недели две самки могут жить месяц полтора некоторые у самки некоторых видов даже могут зимовать интересен тот факт что некоторым комарам кровь не нужна есть отряд насекомых двукрылые латинское название диптера это очень большой отряд и сразу несколько групп насекомых в этом отряде они выглядят как комары вот семейство кровососущие комары туда как раз относятся организмы которые пьют человеческую кровь а есть еще например семейство комары звонцы их личинки знакомы рыболовам и аквариумистам под названием моты как красные червячки такие взрослые комары звонцы очень похожи на кровососущих комаров но не питаются кровью если исчезнут кровососущие комары то пищевая цепочка будет нарушена это повлечет за собой изменения как в живом так и в растительном мире исчезновение москитов повлияет на человеческую жизнь комары играют очень важную роль в экосистемах в первую очередь как пищевые объекты бороться с комарами в тех регионах где они переносят заболевания нужно но нужно делать это очень вдумчиво и просчитывая последствия на несколько шагов вперед с вами был павел дикон и программа не в разе познаем вместе